друзья привет изначально когда я вчера выезжал из стамбула я думал что сегодня приеду и начну свой выпуск новостей со слов всем привет из невероятной прекрасной солнечной алании но как видите сегодня у нас чуть-чуть пасмурно сегодня у нас тут чуть-чуть дождь хотя я на самом деле могу сказать что не холодно тепло приятный такой летний дождик но думаю что это нам не помешает сегодня обсудить последние новости есть немного хороших новостей которые я вам хочу рассказать ну и конечно начну наверное с того что поздравлю всех кто держал пост держал по раза если правильно так сказать я пока что только изучаю казахские традиции казахский язык поэтому я могу ошибаться друзья но спасибо что вы меня поправляете если вдруг я делаю ошибки хочу поздравить всех с окончанием месяца рамазан я знаю что держать пост очень тяжело потому что мой друг нуржан который живет тоже здесь в алании его вы кстати могли видеть по ролику который по фильму который вышел на нашем канале дневник алания где он рассказывал о том как лучше спланировать свой визит прекрасный город алания как лучше поступить если вы хотите жить в море или какую-то часть времени своего пожить моря и в общем мы с ним здесь вместе учимся в университете мы много вместе времени проводим делаем съемки в общем и он держит пост а я в знак солидарности тоже вместе с ним я не знаю как он справлялся мне было очень тяжело и поэтому сегодня я знаю что сегодня можно будет наконец-то расслабиться мэраба мои мои друзья чем друзья я прекрасно понимаю как тяжело держать пост поэтому друзья я хочу вас всех поздравить сказать пораза айт куты болсы желаю вам счастья друзья желаю вам благополучия процветания вам процветания вашим близким хорошего настроения и побольше хороших новостей кстати например таких которых я сегодня для вас приготовил так вот друзья я вам уже рассказывал про одну казашку с прекрасным невероятным красивым голосом которая попалась в тик ток что это значит фрагмент ее исполнение песни нескольких песен выложили в тик токе и тик ток это такая социальная сеть где разные люди выкладывают разные короткие смешные не только видео в общем попалась тик токе и стала супер популярной я вам рассказывал о том что ее пригласили на шоу централ азия got talent центральная азия имеет талант и ищет талант и она выступила на этом шоу уже ее выступление можно посмотреть в интернете девушка кстати я вам не сказал зовут гуль майдан серик бай и как я вам уже говорил что я мы вам уже про нее рассказывали она пришла уже на конкурс шоу она уже пришла на этот конкурс на это шоу большой звездой она уже была очень популярной но при этом но при этом надо сказать что это не помешало ей впечатлить зрителей впечатлить жюри и выбить у них у всех невероятные эмоции выбить выбить у них у всех мурашки по коже и пройти соответственно в следующий этап она не только прекрасно поет она еще и очень скромная очень вежливая очень аккуратная такая приятная оставляет очень приятное впечатление в общем настоящая казашка и за такими девушками действительно приятно наблюдать которые вы знаете не 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 кичатся собой не лезут никуда не делают какие-то яркие громкие заявления спокойно вышла спокойно спокойно спела очень красиво поразило зрителей в общем проявила себя очень интеллигентной воспитанной культурной девушкой и это безусловно я думаю что больше всего и понравилось членам жюри и зрителям еще про одну девушку и вам друзья хочу рассказать про который тоже мы недавно рассказывали буквально на днях эта девушка которая победила на конкурсе красоты мисс европа эта девушка которая дзюдоистка спортсменка и я вам хочу немного о ней рассказать и в том числе кстати рассказать о ее планах потому что несмотря на победу она не собирается останавливаться я сейчас про эгерима велкодирова это профессиональная спортсменка фотомодель актриса и чемпионка азии подзюдо и как оказалось эгерим как и многие кто добивается больших успехов уже проделала довольно серьезный путь к этой победе она победила в конкурсе мисс спорт казахстан 2021 году и также попадала на обложку популярного журнала playboy а что касается ее спортивной карьеры то она является первой и единственной чемпионкой мира по грэпплингу в казахстане и в том числе чемпионкой азии и 11-кратной чемпионкой казахстана подзюдо в общем вот такой вот богатый послужной список у девушки но самое интересное то что в интервью одному известному спортивному изданию она заявила о том что не собирается останавливаться на достигнутом но она хочет попробовать себя теперь и боях без правил в мм а это уже совсем другой вид спорта и удивительно что вот такая красивая обаятельная девушка выбирает такой такой агрессивный вид спорта и кстати тоже в одном из интервью она сказала что бойтесь бойтесь драться с некрасивыми девушками но на самом деле я посмотрел на ее тренировки и несмотря на то что она выглядит очень утонченной очень хрупкой очень такой милой красивой девушкой я думаю что соперницы соперницам стоит ее тоже побаиваться несмотря на ее невероятную красоту и если конечно она пойдет действительно в ммм или какие-то вот такие соревнования конечно буду желать и удачи и буду желать чтобы поменьше попадание у соперников было по ее прекрасному лицу вообще друзья сегодня у нас новости исключительно про красавицы исключительно про красавиц из казахстана красивых девушек поэтому следующая новость у меня тоже сегодня про девушку из алматы который представит казахстан на международном конкурсе красоты это конкурс красоты мисс элит 2022 который пройдет в египте с 10 по 13 июня и мисс элит является международным конкурсом красоты который занимает первое место на ближнем востоке и африке и вообще считается одним из самых престижных в мире сама же лаура известна по съемкам в ряде фильмов вышедших прокат в казахстане ну и также она защищала честь казахстана в различных конкурсах красоты где также отметилась наградами в общем девушка тоже не заурядная с опытом и съемок и участие в конкурсах красоты поэтому думаю что у нее есть все шансы на победу и кстати вообще друзья я хочу сказать что обычно мы говорим о феномене казахстана о феномене казахов и как правило мы говорим про джентльменов вот мы говорим про димаша про геннадия головкина александра винокурова приман бека это все всемирные чемпионы и в музыке и в спорте а вообще надо сказать что димаш кстати еще и победитель неоднократный победитель самых разных конкурсов красоты поэтому надо сказать что вот вообще обычно мы говорим про джентльменов но я хочу сказать что казашки прекрасные девушки они тоже не отстают но самое главное что они не только не отстают по результатам участия в разных конкурсах у спортивных соревнованиях они также поражают своей высокой культурой своей интеллигентностью своей воспитанностью тем самым представляю очень достойный пример для молодого поколения но и также для всего мира потому что я думаю что ни для кого не секрет что сейчас культура переживает сложные времена и когда мы видим такой вот пример достойный для подражения его такой вот пример воспитания молодежи надо конечно перенимать у казахстана ну а девочки большие молодцы желаю им успеха в их начинаниях надеюсь что они станут не только чемпионками в различных спортивных соревнованиях конкурсах красоты везде где они участвуют но и искренне пожелаю им и в том числе добиться женского счастья потому что все-таки для женщины мне кажется это самое первоочередное ну и на прощание я вот пришел в принципе в точку моего маршрута сегодняшнего которое проделал вместе с вами пришел я к морю средиземному все-таки после стамбула несколько последних дней вы знаете я провел стамбуле все-таки хочется прикоснуться именно к этой невероятной части средиземного моря это пляж клеопатра который находится в алане и очень кстати символично то что вот этот пляж он назван именем последней царицы египта очень знаменитой царицы египта который кстати тоже была известна на весь мир своей неописуемой красотой поэтому друзья я надеюсь что вот сегодня наш выпуск был достаточно красивый для того чтобы вы поставили ваш лайк подписались на наш канал если вы еще не подписаны написали пару красивых комментариев написали пару красивых слов в комментариях я еще раз всех поздравляю вас с окончанием месяца рамазан и приглашаю заглянуть и на страничку нашего instagram там я поделюсь фрагментами нашего настоящего казахско-турецкая нашего настоящего казахского до стархана